Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия» в студии Дарья Тендит. Сегодня день памяти и скорби. К жителям обращается глава Карачаево-Черкесии Рашид Семрезов. 83 года прошло с того дня, когда нацистская Германия обрушилась на мирный, созидательный советский народ, превратив страну в кровопролитное поле битвы. Наши отважные солдаты на протяжении четырех лет воевали с вероломным врагом и его союзниками, чтобы остановить наступление гитлеровских войск и одержать победу. Прошли годы, но этот день остается одним из самых важных для нашей страны. Наши земляки достойно воевали на фронтах и добились значительных успехов на поле боя. 29 человек удостоены звания Героев Советского Союза и Героев России, а также 8 сынов. Карачаево-Черкесии стали кавалерами Ордена Славы, говорится в обращении главы Рашида Семрезова. Сегодня в городах и районах Карачаево-Черкесии пройдут памятные мероприятия. По традиции, в День памяти и скорби прошла всероссийская акция «Свеча памяти». В Черкесске в Парке Победы собрались представители власти, правоохранительных органов, общественных и образовательных организаций республики. Подробности Оли Баташева. Вечный огонь и множество зажженных свечей в руках. Портреты солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом за мирное небо над головой. В этот вечер на Мемориале Вечной Славы множество людей. Их объединяет память о начале войны, длившейся 1418 дней и ночей, и унесшей около 27 миллионов жизней. Мы зажигаем свечи и склоняем свои головы перед самоотверженностью военного поколения. И наш долг хранить память об этом подвиге, говорили выступающие. Мы чтим тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мы отдаем память тем, кто был замучен в концлагерях, кто навсегда остался в Ленинграде, кто погиб от ран в госпиталях. Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков и детей. Я желаю вам, чтобы вы жили под мирным небом, чтобы вы всегда помнили о тех, кому мы обязаны сегодняшним мирным днем. Пусть в нашей жизни всегда будет мир и счастье. Память погибших почтили минутой молчания. Свечу в память о своем прадеде, участнике Великой Отечественной войны, Умаре Махове и других героях фронта и тыла зажгла Софья Кирейтова. Многие родственники рассказывали, у которых и прабабушки рассказывали, как это было тяжело. Мы шли недавно к ветеранше, который уже не стало. Она нам тоже раньше рассказывала, как они собирали хлопок сами. Поэтому это все очень трагично и не нужно это забывать. Многие ветераны Великой Отечественной уходят, но память об их подвиге продолжает жить. Зажженные свечи и множество цветов у мемориала Вечной Славы – еще одно напоминание о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа. Алибаташев Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. В картиногалерее Черкесск открылась персональная выставка заслуженного работника культуры Карачаева Черкесии, художника и мастера декоративно-прикладного искусства Амира Биджева. Ценители прекрасного могут ее посетить до 1 июля. Альбина Ламкова продолжит тему. Выставка заслуженного работника культуры Карачаева Черкесии Амира Биджева изумляет и восхищает посетителей своим даром экспериментировать в различных направлениях. Тематика представленных работ разноплановая, включает в себя изобразительное декоративно-прикладное искусство, живопись к графику. Также широко представлена книжная графика, деревообработка и чеканка. Амир Адам Гиревич получил образование в Сухумском художественном училище. Его дипломная работа «Триптик» занимает центральное место на выставке. Это монументальное искусство. Изначально было создано художником для большого количества людей. Поэтому воплощение этой мечты и стало началом создания этой выставки, говорит Амир Биджев. До осуществления задуманного предшествовал длинный творческий путь. Он начался в 1987 году в Доме культуры Аула Эльбурган в должности художника-постановщика. На тот момент работы возникла необходимость создания сценария для постановки спектакля. И Амир Биджев приступил к этому делу. На тему исторические, то, что важно для моего народа, мы начали писать сами вот этот сценарий. И вот так я оказался в театре. И там я стал как бы драматургом. Потому что, увлекшись этим, я выпустил четыре спектакля своих. Четыре спектакля, которые и сценарий я написал, и декорацию, и актерская игра, и режиссерская работа. Все там совмещается все вместе. В детской художественной школе и Аула Хабез, и у себя в Инжичикуне. Еще Амир Адам Гиревич руководит направлением изобразительное и декоративно-прикладное искусство в деятельности Международного объединения Лошара. Чем бы он ни занимался, стремится к лучшему результату, считая важным возрождать и поддерживать культуру абадинского народа. Рассказывая о его культуре, истории, традициях и обычаях. Этот момент прослеживается во всех его работах, где читается душа и тепло руку мастера. На открытии выставки говорили о том, что талантливый человек талантлив во всем. Возможно, обязывает и тот факт, что юбиляр был рожден в один день с гениальным классиком, великим литературным деятелем и всенародным любимым поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. И, видимо, это не случайно. Столько направлений, в которых он себя проявил, не каждому деятелю культуры подвластно. Театр, изобразительное искусство, живопись, проекты, которые уже сейчас стали настоящими памятниками в нашей республике. Все это плод его труда. Для каждого народа это гордость иметь таких талантливых, многогранных представителей, отметил на открытии выставки министр культуры республики Зураба Гирбов. Впервые он познакомился с его творчеством, будучи в Москве, где Абазинский драматический театр вместе с Зурабом Биджевым представили спектакль. Я могу сказать, что это запомнилось навсегда, я уверен, всем в зале, потому что плакал весь зал. Эти нотки, которые удалось затронуть коллективу и Алину Адамгиревичу, это, я думаю, навсегда останется в памяти, но у меня точно. На выставке представлены работы за почти 40 лет творческой деятельности. Трудовой путь художника впечатляет и удивляет. Его творчество для меня не новое, я знала это все. Но сегодня, когда рассказали биографию его, оказалось, я многого не знала. Как актера я его не знала, как в издательстве он работал тоже. Такой многогранный художник, это здорово. Для моих, например, студентов это очень важно. Многое уже сделано, можно было сказать, но нет. Все только начинается, говорит о себе Амир Биджев. Продолжая, что теперь будет еще с большим удовольствием развиваться, потому что совершенству нет предела, пообещав, что дальше будет еще лучше и интересней. Я написал сценарий к спектаклю «Лоу Мохаммад». Это один из выдающихся людей абазинского народа. Он уже готовый лежит, его надо воплотить. У нас был высокий абхазский гость здесь на моей выставке. Он меня пригласил выставиться в Абхазии, в Сухуми. Это и так у меня была внешняя мечта, потому что, сделав здесь отчет перед собой, я хотел бы сделать такой же отчет в Абхазии, где я обучался искусству. Альбина Ламкова, Альбина Тимирова, Олег Молхожев, Олег Байстанов, Вести Карачаева-Черкесия. Оригинальные мотивы и классические театральные приемы, которые стоит посмотреть всем, кто неравнодушен к отличной музыке и ярким сюжетам. Мюзикл «Алиса в стране чудес» по мотивам сказочной повести Льюиса Кэррелла был представлен зрителям Карачаева-Черкесии. Они смогли оценить авторский замысел режиссера-постановщика, и среди них была и Фатима Даурова. Мы пришли посмотреть мюзикл «Алиса в стране чудес». Нам вообще нравится представление, которое здесь показывают. Все время уходим в восторг и думаем, что сегодня тоже получим удовольствие. Потому что и произведение само нравится, вообще чудесное, конечно. Но мы надеемся, что эмоции от мюзикла тоже будут такие же. Прежде чем окунуться в атмосферу мюзикла, зрителям среди которых были Ольга Каргинова и ее сын Захар, представилась возможность освежить память о знаменитой книге Льюиса Кэррелла, которая была представлена на выставочном стенде у входа в зал. Ведь многое в этой сказке совсем не то, что кажется. Музыкальный спектакль для семейного просмотра окунул зрителей в удивительный мир зазеркали, где все перевернуто вверх дном, а философские вопросы смежаются с неожиданными поворотами знакомого сюжета и приключениями Алисы. Представление ориентировано не только для маленьких зрителей, но и для тех, кто читал Кэррелла еще в детстве. Это сказка о взрослении, о том, как маленькая девочка вдруг осознает, что она ответственна своей жизнью за свою жизнь сама. Она должна регулировать свою жизнь и отвечать за каждый поступок, который совершает. И вот этот вопрос взросления очень важен. И он на самом деле важен для взрослых людей, потому что несмотря на то, что мы взрослые, мы выросли, иногда мы чувствуем себя там в биении какого-то мальчика, маленького мальчика, маленькой девочки. Это заставляет нас вести несколько иначе, чем повел бы себя взрослый человек. Вот мы хотели об этом поставить сказку. Мелодии сопровождают зрители во время всего путешествия Алисы в страну-зазеркалье. В постановке органично сочетается первоклассная актерская игра, яркая хореография, профессиональный вокал артистов, государственной филармонии и уникальный набор костюмов. Я писал музыку, писал конкретные песни, которые вы сегодня услышите, и стихи конкретно под каждого актера. И мы работали в той тональности, которая удобна актеру. Я бы хотел отметить, что очень важно, мне кажется, что каждый актер поет сам. Как знаете, иногда в некоторых мюзиклах дублируют какой-то профессиональный певец человека. Если вдруг мы говорим о больших сценах мира, то здесь, на большой, яркой сцене Черкесск, все поют сами своими голосами. Это наша гордость. В мою сторону я надеюсь, что все-таки меня увидят с другой стороны. Дети в основном любят белого кролика, а тут он откроется немножко с другой стороны. И они поймут, что на самом деле это не такой хороший персонаж, каким им кажется. И открыть для них реальную историю. Авторский ход режиссера подключить к действию постановки маленьких зрителей имел бесспорный успех. Дети живо откликнулись на предлагаемый артистами живой контакт с залом. Поющие, костюмированные герои сразу же захватили внимание малышей, и продержали интерес до конца представления. Фатима Дурова, Олег Малхожий, Вести, Карачаева, Черкесия. Здоровом теле, здоровый дух. Карачаева, Черкесия присоединилась к Всемирному дню йоги. В рамках празднования были организованы бесплатные занятия йогой на стадионе Нарт. Они были доступны для всех желающих. На первое занятие воскресное утро пришли несколько десятков человек. Люди разных возрастов, профессий и уровня физической подготовки. Каждый из них смог приобщиться к этой древней индийской культуре и найти в ней что-то для себя. Йога способствует не только физическому здоровью, но и психическому благополучию. Помогает снизить уровень стресса и улучшить качество жизни. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова